МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Все лучшее детям. На градостроительном совете обсудили проекты будущих городских школ. Стоп-цены. Федеральные торговые сети замораживают цены на некоторые социально важные виды продуктов. Плюс три года в управлении Росреестра прошла горячая линия по вопросам продления дачной амнистии. В эти дни глава Чувашии Михаил Игнатьев находятся с рабочим визитом в Крыму. Там сейчас работает и наша съемочная группа. Подробнее о первом дне визита готов рассказать Дмитрий Ковалев. Дима, добрый вечер. Ты в эфире. Да, коллеги, добрый вечер. Сегодня у нас был по-настоящему насыщенный рабочий день. Чувашская делегация побывала и на Северопольском заводе электротехники, и на предприятии Крым-Теплица. А вот буквально несколько минут назад в местной филармонии начался концерт творческих коллективов Чувашия. Но в первой половине дня состояла церемония подписания двухсторонних соглашений. Главы двух регионов договорились реализовывать поэтапно обширный план мероприятий. В частности, в Крыму намерены поддерживать проекты Чувашских предпринимателей, людей, заинтересованные в инновационных технологиях. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали и главы администрации Батровского района и Бакчисарая. А города Новочебоксарской Сеодосии вовсе стали побративами. В интервью журналистам глава Крыма Сергей Аксенов отметил работу Чувашской диаспоры, которая активно поддерживала республику в период ее выхода из состава Украины. К сожалению, сейчас у нас нет возможности передать вам картинки, а более подробные репортажи о пребывании Чувашской делизации в Крыму выйдут в ближайших выпусках новостей. Дмитрий Кувалев, специально для программы Республика и Симферополя. Итоги года подводят сейчас повсеместно. Вот и в Алатаре состоялось расширенное заседание собрания депутатов города. Участие в нем принял председатель кабинета министров Иван Моторин. Исполняющая обязанности главы администрации города Татьяна Ижова отметила, что в 2014 году большое внимание было уделено реализации комплексного инвестиционного плана модернизации города. Программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Развитие инфраструктуры Алатары будет продолжено и в текущем году. На заседании шла речь и о промышленных предприятиях города. В большинстве своем они градообразующие. В непростых экономических условиях многие из них проводят модернизацию серийно выпускаемых изделий и осваивают новую продукцию. Поднимались вопросы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Встреча подобного рода – это хорошая возможность обсудить на уровне правительства проблемы города. Ни для кого не секрет, что Алатар стремительно стареет. Молодежь уезжает из города. Значит, надо подумать о том, чем зацепить молодежь, какие для них нужны условия, подчеркнул Иван Моторин. Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, реализации программ, направленных на снижение безработицы. Финансирование мы планируем, все будет зависеть от собираемости средств. Здесь я тоже предлагаю расставлять акценты, исходя из потребностей населения, где наибольшая, так скажем, заинтересованность населения в реконструкции дорог, строительстве. Потому что какие-то новые глобальные объекты вести тяжело, это требует значительных средств. Но поддержание сети на мотивном состоянии – это наша обязанность. И я думаю, что мы совместно будем эту работу ввести. Российская ассоциация компаний и розничной торговли приняла решение о замораживании цен на отдельные виды социально значимых товаров. Перечень такой продукции компания определяет сама. Вот какой комментарий мы получили из Министерства экономического развития и торговли. Вот из этой компании розничной торговли, из этих компаний на нашей территории Чувашской Республики функционирует эта фирма «Лента», торговая компания «Лента», федеральная сеть «Магнит», «Х5 Ритейл Групп», это сеть магазинов «Пятерочки», «Карусель», «Перекрестки» и «Метро», «Кэш энд Керри». Эти четыре компании в настоящее время пока, к сожалению, не приняли решение, насколько мы знаем, о замораживании цен. До них еще главные организации не довели такого рода информацию о том, с какого времени будут цены заморожены. Единственная компания, которая приняла такое решение, это компания «Метро Кэш энд Керри». Они нас проинформировали о том, что замораживают цены на ряд товаров, таких как хлеб, молоко, макаронные изделия и крупы. Ну и, наверное, еще ряд других видов товаров социально значимых. Но мы надеемся, что в ближайшее время информация от главных организаций, торговых компаний будет доведена до наших местных территориальных структур и будет принято решение о замораживании цен. При формировании цен, естественно, большую роль играет конкуренция. Поэтому у нас деятельность федеральных сетей очень влияет на общую конкуренцию в сфере розничной торговли. Естественно, вот та мера, которая ими предпринята сейчас по замораживанию цен на отдельные виды социально значимых товаров, естественно, должно повлиять и на общий уровень цен в целом в сфере розничной торговли. Одной из первых заморозила цены на социально значимые продукты всемирно известная компания «Метро». Нам удалось связаться с руководителем по корпоративным и внешним коммуникациям компаний в России. Компания «Метро Кешенкерин» объявила о замораживании цен на социально значимые товары. Это порядка 20 категорий. В каждой категории мы выбрали по одному наименованию товаров и объявили, собственно, и заморозили на них цены сроком на два месяца, практически до конца апреля. Данная инициатива вызвана прежде всего тем, что мы, как крупная сетевая компания, и, собственно, сейчас в данный момент усилия крупных сетевых компаний в розничной торговле направлены на стабилизацию экономической ситуации и на защиту социально-незасвященных средств населения. И эта мера призвана увеличить наш вклад в текущую стабилизацию рынка торговли. Дачная амнистия продлена на три года. Сегодня в региональном управлении Росреестра состоялась горячая линия по этой теме. Алло, здравствуйте. Я насчет дачной амнистии хочу вопрос вам задать. Да, пожалуйста. Девушка, вот у нас дача сгорела, осталась баня. Можно ее приватизировать? Да, вы можете зарегистрировать право на нее. А документы у вас на землю какие? На землю у нас земля зарегистрирована, все у нас сделано. Да, вы можете зарегистрировать баню. Для этого нужно будет заполнить декларацию об объекте недвижимости и прийти к нам. В принципе, форму можно даже у нас здесь получить. Жители столицы больше всего интересуют вопрос оформления в собственность земельных участков и частных домов, а также сроки продления дачной амнистии. Законодательство позволяет гражданам по упрощенной форме зарегистрировать свои права на отдельные объекты недвижимости. Земельные участки, жилые дома, дачи, индивидуальные гаражи. При этом нужно предоставить минимальный объем документов. Окончание срока в даче на амнистии подстегнуло жителей нашей республики для того, чтобы оформить свои права. Первые за несколько лет показатели по даче на амнистии после стабильного снижения пошли вверх. У нас в 2014 году было оформлено более 16 тысяч прав на объекты недвижимости. Больше всего было оформлено именно на частные дома. Самое главное, по даче на амнистии, чтобы оформить жилой дом, нужно предоставить заявление, написать здесь у нас в управлении Росреестра, паспорт и документ на землю. Помимо продления дач на амнистии, Госдума отодвинула на год и сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Но это вовсе не повод откладывать решение этих вопросов на потом. В Росреестре считают, что сейчас самое время все сделать, не торопясь. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Весь прошлый год в столице Чувашии активно строили детские сады. А на очередном градостроительном совете речь шла о школах. Строили, строили и, наконец, построили. Около года назад в микрорайоне на Голодково сдали детский сад. Теперь очередь за школой. Прошлым летом Управление архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар объявило аукцион на разработку проекта. Накануне на градостроительном совете рассмотрели проект, представленный фирмой-победителем. Задачу перед проектировщиками поставили амбициозную. Это должна быть большая школа на 1100 учащихся со всеми условиями для занятия спортом и возможностью обучения детей с ограниченными возможностями. В физкультурно-оздоровительном блоке у нас имеется два спортивных зала. Это 18 на 30 и 12 на 24. Имеется также бассейн. Размеры бассейна у нас 25 на 10 метров. Наполняемость классов 25 человек. Режим работы школы односменной с продленкой. Проект молодые архитекторы фирмы представляли, ссылаясь на действующие строительные нормы. Однако у Аксакалов отрасли он вызвал немало вопросов. От расположения корпусов и парковок для автомобилей до путей эвакуации учащихся. Сегодня уже факт. Большинство родителей детей привозят на автомобилях. Где будет это парковаться масса машин на 1100 школьников? К сожалению, это вопрос территории. К территории вообще много вопросов. Во-первых, для такого масштабного сооружения выделенный участок земли по улице строителей между жилыми домами и оврагом Лакреевского леса, мягко говоря, маловат, отметили собравшиеся. С этим вопросом специалисты будут, вероятно, обращаться к руководству города. Очень сложное место и по рельефу, и по ситуации земельного участка. Это же очень сложная конфигурация земельного участка. При этом ставят задачу втиснуть в эти пределы максимум возможного. Но это напоминает мультик, когда из одной штуки шьет несколько, там, 10 шапок, да? Можем шить 10 шапок, ничего страшного. Но это будут никому не нужны шапки. Выход из положения, наверное, администрация все смыслила, как это можно организовать. Но, на мой взгляд, без принципиальных проработок, эскизных, и быть 100% уверенности в стадии правильной комитетации вообще не надо было начинать. Иными словами, проект предстоит доработать. Еще одна важная тема Совета реконструкции строительства пристроек к зданию Чебоксарского музыкального училища. Осенью 2013 года Минкультура Чуваши объявила аукцион на разработку проекта. В пристрое планируют разместить национальную школу-интернат для одаренных детей имени Лебедева. Однако и этот проект возвращен на доработку. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Им нет и 18-ти, но они уже задумываются о будущей пенсии. В школах и техникумах Республики прошли открытые уроки пенсионной грамотности. После словием к урокам стали творческие конкурсы, которые состоялись во всех городах и районах Чувашии. Наша съемочная группа побывала в Чебоксарском художественном училище и узнала, в какую форму юные художники воплотили полученные знания. Зарплата в конверте – старость без пенсии. Думай о пенсии с молоду. Выше зарплата – больше пенсия. Призывы, которыми пестрят плакаты, заставляют задуматься о будущем всерьез. Юные художники уже сейчас понимают, чем опасна серая зарплата. Зачастую, когда молодой специалист начинает искать работу, он как раз сталкивается с тем, что многие предложения от работодателей с неофициальной зарплатой могут быть более выгодными. Но чтобы не остаться у разбитого корыта в конце, мы за официальным пенсием, за официальное трудоустройство. Работа над творческими проектами длилась более четырех месяцев. 50 участников и 12 победителей. Плакаты вполне могут стать наглядным пособием для работников пенсионного фонда. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в столице Чувашии на железнодорожном вокзале был задержан 16-летний чебоксарец. В ходе досмотра у молодого человека был обнаружен пакетик со спайсом весом до 3 граммов. Подобный вес для данного наркотического вещества является крупным. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». У друга подозреваемого, тоже 16-летнего жителя Чебоксар, сотрудниками Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, изъята пипетка, приспособленная для курения спайса, в которой тоже обнаружено наркотическое вещество. В отношении данного молодого человека решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. На республиканских сельских зимних спортивных играх в Ядрине определился состав делегаций, которые представят Чувашию на всероссийском уровне. Соревнования начнутся уже завтра в Пермском крае. 25 человек отправятся в город Чайковский, отстаивая честь нашей республики. Чувашия выставила своих представителей в 8 дисциплинах зимнего сельского спорта. Лыжники, гиревики, шашисты и шахматисты, механизаторы и дойеры. Многие годы состав делегации практически не менялся, но на этот раз в команде большинство новичков. В этом году мы решили брать только победителей седьмых сельских республиканских сельских игр, которые состоялись в Ядринском районе, 13-14 февраля. А до этого мы брали уже более подготовленных команды. В этом году у нас не участвуют многократные победители, это команда Вурнарского района. Несмотря на молодой состав, результатов от них ждут весомых. На прошлых играх представители Чувашии стали лишь десятыми, однако сейчас от них ждут более успешных выступлений. Настроены на это и сами сельчане-участники. Я тренировался каждый день, упорно, готовился ради этого. Сейчас уверен в своих силах и готов занимать самые высокие места. Потенциал команды, можно сказать, большой. Все спортсмены молоды, они все хотят показать себя. Но, думаю, будут у нас и победители, и призеры всероссийских игр. Главные соперники для нашей республики – это Удмуртия и принимающий соревнования регион Пермский край. В двух министерствах спорта и сельского хозяйства уверены, что команда у нас сильная и ждут их только с победой. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксарская детская театральная студия «Зеркало» заняла первое место на международном фестивале. Конкурс проходил в Великом Устюге. Наши ребята представили там сказку «Буратино». Подробности в сюжете Марины Рябцевой. Меня зовут Пейерок. Сейчас мы разыграем. Паузу делай, вот то, что мы с вами говорили. Именно эта постановка принесла победу театральной студии «Зеркало» на международном фестивале. Со сказкой «Буратино» юные актеры выступали в Чебоксарах в новогодние праздники. А вот совсем недавно представили ее фрагмент на родине Деда Мороза. Эта поездка, она совершенно удивительная была и огромное значение имеет для всего нашего театра. Потому что, во-первых, дети выехали на шикарный отдых зимний. Они столько увидели замечательного. Это и герои, и персонажи всевозможные, различные аттракционы, игры-конкурсы. А сама Бочина Деда Мороза и сам Дед Мороз, ну это просто сказка, действительно сказка. Маленькие актеры выкладывались на 100%. И не только те, кто играл главные роли. Большую ответственность чувствовали и исполнители второстепенных ролей. Ой, мне очень нравится. Это такой драйв. Выходишь, отыгрываешь. Зрители хлопают, все смеются. Очень приятно вообще дарить людям радость. Да, но мне лежало очень много ответственности. Было, если честно, очень страшно. Не только я волновалась, все очень волновались. Но когда мы вышли на сцену, уже получается мы стали не детьми, а героями. Я была братина, кто-то уже кот. Никто не думал о том, что я просто человек. Все думали о своей роли. Многие выпускники этой студии поступают в престижные театральные вузы страны. Но даже те, кто и не мечтает о большой сцене, получают для себя совершенно неожиданный эффект. Они становятся более открытыми и уверенными. Дети к нам приходят, они приходят общаться между собой. Они все в компьютерах, дома, онлайн, там еще где-то. То есть самое сложное сделать аналоговое общение детей, как это не парадоксально. Чтобы они общались между собой живьем и как-то познавали мир, играя в этот мир. Юным актерам удалось погрузить в мир детства всех своих зрителей. А это значит, что речь идет о таланте. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова